Я сейчас сделал, не я, а в театре мы сделали спектакль, «Карусель» по Юзу Олешковскому. Ну, Юз Олешковский в глазах многих, так сказать, писатель с жесткой ненормативной лексикой по его книге «Карусель» об отъезде изумительной, ну, очень талантливой. Ну, там есть ненормативная лексика. Но он когда писал сегодня, это уже никого не удивляет, она уже стала ненормативной. Золотая середина должна быть. Например, во многих домах, и в моем тоже, многие вещи при маленьком сыне мы всегда спокойно говорили. Не жалуешь, ху-ху-ху, хороший парень, хорошо воспитан, не нами, а как-то вот атмосферный. Ну, тут ругаться, мне кажется, нехорошо. А когда это из песни слова, лучше не выкинуть. Да, действительно, из песни слова не выкинешь. И нам сказать, что Александр Львенбук один из немногих, а может быть, единственный человек, который пропускает в радиокомитет, ну, вообще, можно сказать, без пропуска. Я каждый раз делаю ошибку, когда заказываю пропуск, у него немножко другое отчество и имя, тем не менее, его пропускают всегда. Потому что радио «Няня» и вообще Александр Львенбук это легенда. Недавно, и недавно он получил премию, которая называется «Легенда радио». И, конечно, до сих пор это имя притягивает к себе внимание. И мы до сих пор знаем Александра Львенбука именно как радио «Няня». Тем не менее, я бы хотела задать один вопрос еще. Вот он здесь много рассказывал про Кобзона, а на самом деле его с Кобзоном связывает одно ремесло, в котором они оба асы и не могут друг другу уступить. И я думаю, что вот как вот последний матч насчет анекдотов прошел, кто выиграл все-таки? Нет, всегда Кобзон выиграет, потому что он источник, он первый источник. Что значит он первый? Он их выдумывает? Ну, вы знаете, ему докладывают, видно, вот так. А он встает раньше меня. Он работает с восьми утра и начинается деться анекдот. Все, кто знают, и человеку кажется, что это новый, ему звонят, и когда ему хочешь рассказать, он говорит, он уже знает. Недавно рассказал изумительный. Еврей Сема заходит в гости к своим приятелям, там мальчик Зяма. Зяма говорит, дядя Сема, вы мне шоколад принесли. Он говорит, Зямочка, я прямо с вокзала завтра, на завтра. Зяма спрашивает, дядя Сема, вы принесли шоколад? Он говорит, да, шел мимо магазина, закрыт. На следующий день, дядя Сема, принесли, где шоколад? Он говорит, знаешь, магазин открыт, кондитерский отдел закрыт. На следующий день, говорит, дядя Сема, он говорит, знаю насчет шоколада. Магазин открыт, кондитерский отдел открыт, нет шоколада, только карамель. А вы мне карамель принесли? Говорит, Зяма, запомни, пока дядя Сема жив, ты будешь есть только шоколад. Вот мне вспомнят мои радиослушатели, говорят, вот наконец-то, вот у вас называется программа еврейская радиостанция, Али, вот наконец-то, да, вот вы как раз, вот кто-то вот у вас был, вот раз в месяц приходит, вот с анекдотами. Вот это, конечно, Александр Левернин. Еще хороший, ну это тоже он где-то даже по телевидению проскатил, еврейская мама, которая знает, что нужно ее сыну лучше, чем он сам, кричит из-за того, моля, домой. Он говорит, мама, я замерз? Она говорит, нет, ты проголодался. Хорошая и хорошая. Вам помнить про регламент, ну хорошо, чайки. Хорошая и хорошая. Вот, два еврея-гинеколога в выходной день сидят в стриптиз-баре. Один другому говорит, моля, это стриптиз? Тот говорит, ах, скорей бы уж на работе. Я бы хотела напомнить о том, что вообще сейчас Петербург Аль-Шалон, Петербург Аль-Шалон, Петербург Аль-Шалон. Хотя бы напомню, что мы с тобой в театре еврейского народа. Еще на всякий случай. И вот этот вот, на самом деле, спектакль «Круссель» пою за Лешковскую. Главную роль исполняет Александр Левенбок. А вот по поводу разговорного жанра, умирает он или не умирает, вот готовится сейчас спектакль, о котором, может быть, тоже можно сказать два слова. Поскольку светлые памяти Аркаши Хайк, любимый, родной, сделавший, наверное, в этом жанре больше всех. Мультфильм, фильм «Паспорт», Райкину, Хазанову, Петросяну, Винокуру, десяткам артистов он писал, радионяню 25 лет писал, в театр образцового пьесу написал, которая 20 лет шла. Шлягер, шлягер, только шлягер. Ну, много, много всего. И вот наступил момент создания еврейского театра, я понял, что я без него это никак не сделал. Потому что драматургии нет. Ну, что так? Тогда, кроме Шолома-Лейхома, книжку еврейскую было невозможно достать. Я на окраине Москвы где-то, мне в одной семье подарили книгоношек, как его? Вот, ну, это такая старина, ну, совсем сегодня не годится. Первый пьес у Хайка писал. Благополучный, эстрадный, веселый писатель в еврейский театр, где неизвестно кто и как это сыграет, в полуподвале на конце, на окраине Москвы, поступок, поступок. Написал, мы имели настоящий успех, минуя традиционную Польшу, сразу поехали в Лондон. За две недели 17 аншлагов, 21 лицензии во всех крупнейших английских, вот такие лицензии. Это Хайка заслуга, в первую очередь одна американская газета написала, как это так вот произошло, а вот пришел новый режиссер, приятно, но неправда. Дело в Хайке, потому что слова такие были, там каждая третья фраза была смешная. Поэтому мы не могли это играть на Идыши, хоть и выучили, потому что Идыши никто не знает, и мы играли в Израиле на Идыши один раз, чтобы не застрелиться, и зал молчит, Маша Голуб в истейке билась, сказала, я не могу больше, они не смеются. Ну я говорю, давайте одну сцену по-русски. Они сыграли отвал за лет, пять приходит румынских евреев, говорит, а вы ничего не понимаете. Я говорю, а где вы были, когда было на Идыши, что вы там понимали, что вы молчали, не смеялись, не знают этого языка, вообще. Были люди, но они ушли. Это прошлое, так сложилось, такая история у дорог. Ну вот, Хай нам написал единственную для всех еврейских театров мира современную комедию «Моя кошерная леди», главная героиня русская, и под заголовок «Действие происходит в наши дни, в нашем городе». Такой пьесы нет ни у какого еврейского театра в мире. Она про сегодняшний день и про русско-еврейские отношения теплые, смешные, трогательные, всякие, такие, какие они есть. Вот. Так что он главный автор у нас. И вот мы решили собрать его произведение разных лет, такой еврейской направленности, собрать и сделать шоу или такой спектакль миниатюр, песен, юморайсов, и назвали его «Наш веселый хайп». Сейчас готовим, в новом году сразу будем играть, приходите. Мы стараемся, чтобы это был симпатичный спектакль, потому что мы его любим и спокойно о нем говорили. И можем, у меня над столом висит портрет хайта работы Игоря Кваши. И там хайт серьезный. Вообще это редкость. Даже те, кто хайта знали близко, как я, мы его почти не видели, ты тоже, не видели же его, он всегда острил и смеялся либо над своей, либо над чужой шуткой. Тот, кто близко его знал, понимал, что он в глубине человек серьезный. И вот таким его Кваша нарисовал. Когда вешали этот портрет, хайп мне тихо, тут Кваша стоял, тихо сказал, не вздумай вешать в фойе, чтобы Кваша не подумал, что он художник. Вот, делаем такой спектакль. Детские спектакли все или хайты, или с его участием. У нас идут три спектакля. Детские все по мультикам, разные. Так, приходите, детей приводите, внуков, девочки, приходите. Пароль шалом. Мне, да? Запомнили слово? Означать мир. Скажите хором, как? Вот она, еврейская экспансия. Спасибо. 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 Спасибо.